Добрый день, уважаемые коллеги! Надеюсь, меня слышно. Как вы поняли, из темы сегодняшнего вебинара он будет очень особенный. Запланирована была тема, вполне классическая для нашей линейки. Я бы назвал тематику наших встреч социологии информационного общества. Или размышления об информационных ландшафтах современного общества. И, соответственно, вполне респектабельная классическая смотрелась тема от повседневных контактов до глобальных коммуникаций. Рождение соцсетей. Одно из свойств нашего современного мира. Но, как вы понимаете, реальность истории вклинилась в наши планы. И вплоть до того, что нам приходится теперь уже рассматривать некое отражение этой темы. Есть ли жизнь без соцсетей? Или остров Россия? Очень серьезные изменения внедрились. И не только в нашу с вами жизнь и в политику, но вообще в сам концепт общества. Конечно, об этом нужно размышлять, не зажмуривать глаза. Все-таки думать о том, что сегодня происходит. Поэтому в контекст нашего вебинара сегодня включится очень существенный политологический, геополитический аспект. И это уже будет довольно сильно отличаться от наших более социологических размышлений. Но, тем не менее, я специально подчеркнул, как вы видите, в теме, что я считаю себя вправе вести такие рассуждения, потому что являюсь кандидатом политических наук, и это вполне тема, которую можно озвучивать научно. В то же время сразу предупрежду, что это сугубо моя точка зрения. Вот здесь и сразу тоже предупрежду, что здесь не следует ждать каких-то победно-патриотических реляций. Здесь скорее будет разговор для тех, кто хочет осмыслить совершившееся и посмотреть на это объективно. Поэтому мы разобьем нашу встречу на три части. Первое – это вот о геополитических концепциях, постараюсь вести их и с их точки зрения посмотреть, что произошло, что изменилось. В том числе и положение России. Вторая часть будет посвящена тому, как нам жить, и прежде всего в научно-образовательной среде. Исходя из этих изменений. И третье – все-таки вернемся к тому, что планировали, к соцсетям, как одно из тех совершенно новых свойств общества, которых раньше не было. Откуда они произошли и в данном контексте. А можно ли без них сегодня жить? Можно ли игнорировать вот этот исторический процесс, который связан с глобализацией, информационной революцией и вхождением в нашу жизнь соцсетей? Ну и какие из этого следуют выводы? Итак, не буду сегодня вообще затрагивать причины произошедшего, тех шагов, которые произвела наша страна. Возможно, они обоснованы, достаточны. Мы будем больше говорить и о следствиях, и о общей картине. По сути дела, я считаю, что тем, что Россия пошла на противостояние, произошел вызов глобализации как доминирующему основному концепту развития общества, начиная где-то с конца XX века с разрушения Советского Союза. Вот. Этот шаг происходит не впервые в нашей истории. Россия знает много войн, и в том числе с Европой. А были совсем недавно, в прошлом, различные операции и вторжения в Венгрию, Чехословакию, Афганистан, Грузию. Кстати, по этой теме у нас не так давно вышла книга, чтобы знать и помнить, где вот все эти миротворческие операции анализируются в едином ключе. Вот. Но то, что сегодня произошло, это все-таки не рядовая специальная операция. И, по сути дела, это, как я говорю, вызов глобализации, которым мы рассмотрим, в котором очень высоки ставки. Ставка сделана на то, что, в принципе, ничего не изменилось, что глобализация не изменила мир. И мы можем вести себя так, как это вот было в тех случаях, о которых я описал. Но сама ставка очень высока. Это наше будущее, и мы это все понимаем. Итак, перейдем к теории. Попытаемся обобщить, что социальная наука разработала к этому моменту на тему глобализации. В принципе, это уже такой повседневный публицистический термин. Глобализация – это мощный системный процесс экономического, социального, политического, культурного сближения обществ, наблюдавшийся в конце 20-го, начало 21-го века на основе развития цифровых технологий. И к настоящему моменту я бы выделил все школы и направления концепции глобализации на три таких крыла. Первое – это доминирующая, скажем так, либерально-экономическая концепция, которая акцентирует на росте международной торговли, развитии мировых финансов, общей взаимозависимости, возникновение общих политических стандартов, феномен прозрачности государственных границ, в общем, объединения мира. Очень известные имена в этом направлении – Йозеф Штиглиц. Я бы еще обратил внимание имя Эльмар Альтфаттера, очень такая объемная, многосторонняя аналитика процессов глобализации, в которой акцент делается на экономическую составляющую. Второе крыло – я его назвал неомарксисты технологическое, прежде всего потому, что наиболее яркий труд здесь принадлежит Мануэлю Кастельсу, неомарксисту. Но здесь акцент в первую очередь ставится как раз на цифровые технологии, на изменение скорости коммуникации, развитие информационных технологий, интернета, возникновение международного разделения труда, сложных логистических цепочек, миграций, феномене мобильности капитала. То есть такая технологическая картина. В этой картине есть и явные такие марксистские, критические концепты капитализма в новой форме. Вот, например, Наума Хомский, тоже известное имя. Вот это второе крыло. Ну и, наконец, третье крыло – геополитически конфликтное. Это анализ глобализации как арены взаимодействия и столкновений государства и их союзов. Немножко вот в традиционном аспекте международных отношений. Здесь есть классики, как Збигни Бжезинский. И вот такие имена, как Самуэль Хантингтон. Вот, собственно, те события, которые мы с вами переживаем, мне кажется, они возвращают нас и дают победу во всех этих борьбе доктрины Самуэля Хантингтону, который учил о столкновении цивилизаций. Его книга «Столкновение цивилизаций» основана на статье с 92-го года и вышла она в 96-м, как ответ на другую очень широко прозвучавшую концепцию Фрэнсиса Фукуямы о конце истории. Это был своего рода такой выдох после Холодной войны. Такое представление Фукуямы о том, что ключевые цели исторической борьбы достигнуты. И вот своего рода такая гуманистическая и идеалистическая картина гармонии и торжества либеральной идеологии. Но эта концепция, так сказать, не очень долго почивала на лаврах и вот Хантингтон был один из тех, кто очень остро ее уязвил и вышел с противоположным тезисом о том, что глобализация не означает слияние. Все время в этих процессах сближения остается некое цивилизационное ядро и в случае угрозы цивилизации оно защищается и возникают столкновения. То есть сближение часто порождает осознание различий и конфликты, а вовсе не слияние. Вот, собственно, что-то подобное и лежит в основании того конфликта, который переживаем мы. Хантингтон выделял восемь цивилизаций культурных идентичностей, в их числе и православные, которые вместе с Россией, может быть, там немножко принадлежит Балканский мир, то есть на остатках Византийской империи. Но он обращал в 90-х годах, поскольку обращал внимание на другие столкновения, другие тектонические сдвиги, прежде всего столкновения между границами западного мира, мира, который как раз пытался в этот момент демонстрировать свое идеологическое доминирование, ну и продолжает с ним, с мусульманским, который прежде всего отличал в то время, да и сегодня, быстрый демографический рост, ну и вот та череда конфликтов, которые тоже у нас с вами и на виду, и в памяти. Ну и растущий китайский мир вследствие своего экономического развития, и это тоже сегодня на повестке дня. Ну и Хантингтон в противовес Фукуями уже тогда обращал внимание, что несмотря на то, что западный мир экономически расцветает и уже доминирует, не говоря уж про идеологически, но в удельном весе, наоборот, его вес падает и в том числе и в экономическом, и в культурном смысле, и, так сказать, следует ожидать все новых столкновений. Как видите, так оно и происходит. Ну и интересно, что Хантингтон отводил российской цивилизации, православной цивилизации. Он ее считал качающейся, которая может примыкать к одним или отходить от них, что-то подобное есть. Россию считал расколотой страной, да, которая вот так же между Западом и Востоком не может там себя определить. Вот, но он ее считал слабой цивилизацией, то есть в плане вот гигантов, не имеющих ключевого значения, как вы видите, это не совсем так, и мы можем удивить. Но мне кажется, что вот во всей этой концепции действительно очень верное эвристическое ядро понимания цивилизаций, к идентичности, которые ведут себя как геологические плиты. Они смещаются, наплывают друг на друга, раскалываются и действительно порождают огромные выбросы такой культурно-цивилизационной энергии. Ну, Хантингтон, на мой взгляд, недооценил русский мир, и мы сегодня это всем показали, и не совсем все объяснил с его точки зрения, наверное, не так будет понятно то, что сегодня происходит. Какие объяснительные модели сегодняшнего конфликта? Я тоже здесь выделил несколько. Ну, во-первых, конфликт между Россией и Украиной, это, по сути дела, внутренний раскол, а не внешний. Да, он питается столкновением русского мира с западной цивилизацией, и, по сути дела, его породили вот эти тектонические сдвиги влияния Запада, вот в данном случае перемещение на нашу, так скажем, территорию, на восток, или наоборот, уход Украины, вот в ту зону влияния. То есть это внутренний раскол, порожденный движением больших цивилизаций. Вот, и второй момент, который обращается внимание, что, конечно, никогда мы еще не противостояли коллективному Западу во всей своей мощи. Любые войны, которые вела Россия, начиная там с Крымской войны, это всегда были какие-то союзы, и во многих она выступала сама вместе, в составе западных союзов, в том числе против Германии. Вот, в данном случае это противостояние, нам приходится противостоять практически то, что мы называем цивилизованным миром, включающим и Европу, и Северную Америку, Австралию, всех их сателлитов, все экономически мощные государства. Вторая концепция, которая тоже имеет место быть, и ходит, концепция распада империй. И тоже, мне кажется, она бросает свет на причины происходящего. Этот период распада империй начался с Первой мировой войны, и продолжался до конца и после Второй мировой войны, и, конечно, был чреват огромными, мощными конфликтами, обозначивающими финал колониализма. И вот, согласно этой концепции, вот это постколониальное уточнение границ сопровождается такими уже более локальными, но достаточно мощными конфликтами. Распад колоний, возвращение, в общем, пока это утрясется. Ну, и мы видим и сегодня, насколько мощные следы вот этих вот колониальных вулканов. В первую очередь, Ближний Восток, да, который в свое время освободили, но границы начертили линейкой. И вот вплоть до сего дня это все время бурлящий такой вулкан, до сих пор не успокоившийся наследие колониального прошлого. Второй такой распад, например, Югославии, ну, как и СССР. Югославия – это распад исторической идентичности, да, и все это происходило очень болезненно. СССР тоже своего рода распад русского мира. Между прочим, обе эти трагедии происходят внутри православной цивилизации, но также и внутри социалистического второго мира, как тоже некой идентичности, которую Хантингтон не выделял как самостоятельное. Но вот это вот возвращение, ностальгия, тоска по той мощной идентичности культурной, которая была, как вот второй мир, мир социализма, это тоже, конечно, имеет место, и мы это с вами чувствуем. Это показывает векторы движения, как восстановление СССР, но вектор может и быть другой распад третьего мира, как последние уже остатки той концепции, которая тоже скрепляла идеологию многие столетия нашей Земли. Ну и третья концепция, теория авторитаризма, тоже не забываем о ней, она учит, что логика авторитаризма всегда такая, что очень часто достигает и движется к своим крайностям и завершается в каких-то уже крайних авторитарных проявлениях и военных переворотах. И вот сегодня, я считаю, вопрос для политической науки чрезвычайно такой судьбоносный, так есть ли глобализация? Нынешние события – это гигантский исторический эксперимент и проверка, существует ли глобализация, как она трактовалась и объяснялась. Если глобализация существует, я так сформулирую вот эту дилемму, то выжить в изоляции невозможно, поскольку финансовые, экономические и прочие связи, они по сути являются кровеносными сосудами, если порвать их, наступит смерть. Вот, по сути дела, глобализация как новое состояние общества сформулировала вот такие вот условия. Если же выжить возможно, и мы с вами это покажем на себе, значит глобализации не существует. Вот так, мне кажется, стоит теоретический вопрос. В общем, это я назвал бы стилогизм Путина, ждем третьего термина. Ответ будет дан истории. Ну и обращу внимание, что вот с этой точки зрения глобализация ключевая война, конечно, экономическая, не военная операция. Глобализация с экономической точки зрения это организм, пронизанный цифровыми транзакциями как кровеносной системой. Вот с точки зрения теории глобализации отдельно в этом организме уже ничто существовать не может. Если орган выпадает из этой системы, он умирает. Ну а если это механическое состояние, то глобализации нет. Какие же линии раскола мы имеем сегодня? Прежде всего, в виде недружественных стран. Ну, на самом деле, как вы видите, раскол не такой уже фатальный. Вот на карте я здесь выделил три зоны. то, где сама линия раскола это линия стран ОСР, то есть, самых экономических, экономически развитых, включающих себя и Европу, Северную Америку, Австралию, Японию. Ну, в общем, можно сказать, это хоть и не весь мир, но это вот такая верхняя полоса. Вот. Есть уже не раскол, а наоборот надежда на союз. Это вот страны БРИК, прежде всего, в лице Китая и Индии. Тоже мощный конгломерат с цивилизационной точки зрения. Если вот тот первый раскол, по сути дела, с одной цивилизацией происходит по Хантингтону, то здесь у нас целая совокупность нескольких цивилизаций. Вот. Ну, и третий сегмент, третий мир, так скажем, достаточно нейтральный, ему этот конфликт далек, и здесь как и не было у нас больших связей с ним, так вот, и никаких последствий особенно не будет. Вот. Но вот тот раскол, который сегодня мы ощущаем с вами всецело, он очень существенный. Те недружественные страны, которые здесь противостоят, на сегодня производят 60% ВВП планеты, хотя обладают всего 20% населения. Но для России это тоже, соответственно, очень значимые цифры. это 55% высокотехнологичного импорта в России, то есть больше половины. Это 75% всех инвестиций в Россию, то есть вкладывались в Россию на эти вот наши недружественные страны. Это также 65% экспорта энергоносителей и металлов, то есть то, откуда мы получаем деньги, то есть большая половина нашего экспорта тоже находится там. Ну и что касается нашей информационной темы, это 64% научных журналов, то есть те информационные массивы, откуда мы питаемся, тоже в своей большее. То есть ясно, что это большая часть и материальной, и культурно- информационного питания нашей страны. Для сравнения вот БРИКС, который нам должен помочь, он охватывает около 15-20% экспортных и импортных операций, вот, и задача состоит в том, чтобы он вобрал в себя вот то, что сегодня идет у нас на запад. в общем, в результате вот этого раскола континента Евразии, скажем так, больше нет. Евразии как целостного пространства. Какие линии пройдены здесь, красные или оранжевые, это покажет время, как расколется целостный мир, расколется ли он, как сосуд, который потом можно только склеить механически, или как орган, который заживет и срастется, тоже покажет время. Вот, но важно, что здесь пострадала и изменилась ситуация не только для нас, в общем-то, для всех, Европа, включая и НАТО, и ЕС, не расширилась, как я считаю, она откололась, она тоже потеряла от своей глобальной размерности, это вот с одной стороны убыток, в другом направлении, и Азия, на мой взгляд, не примет Россию, Россия, как бы, потерялась между Европой и Азией, то, что называлось пространством Евразии, больше не существует, и вообще, о глобальном целостном мире, я считаю, больше нельзя говорить, остались только осколки этого глобального мира, во всяком случае, на сегодня. Насколько это близко и вписывается нам в наши вращенные в наши ДНК, так скажем, культурные коды, вообще, славянофилы и наши мыслители всегда говорили, что Россия это не страна раскола, это страна синтеза, и все те философемы, три философемы, которые двигали Россию в ее осознанном историческом бытии, они всегда имели мессианскую такую направленность. Первая Москва, как Третий Рим, центр мира, Московия жила этим тезисом, вторая эпоха Российской империи, она жила тезисом защиты православия и питалась концептом православия, самодержавия, народность, ну и СССР тоже был мессианским, заточенным на международное, мировое значение, на мировую революцию. Эти все концепции ушли с исторической сцены, но была еще одна четвертая, евразийская, очень, кстати, интересная, поскольку она развивалась в эмиграции, эмигранты не сильно замечали, что происходит там в коммунистическом измерении, они обращали на то, что СССР, объединив вот эти силы, сделал заявку такого евразийского замысла, и в данном случае Россия выступила как наследие империи Чингисхана, вот распространила это азиатское влияние и на Европу. Вот мне кажется, сегодня из этих, и вот эта четвертая геополитическая философема провалилась Россия, не оказалась таким синтезом на континенте Евразии, то, что мы сегодня слышим о повороте на восток, о том, что Россия является Азией. Думаю, что этого не случится, скорее, Россия это анти-Европа, и вот в этом концепте находится много объяснений наших болей и наших стремлений. Ну, а теперь немножко вот о концепциях, которые питают и сегодня поднимаются в связи с теми проблемами, которые вызвал этот раскол. Первое, взят курс на авторки и самодостаточность. Не впервые, да, в советское время тоже такое было, насколько это жизнеспособно. Это тоже, мне кажется, очень интересный эксперимент, потому что раскол на три континента, о котором я сказал, он означает некое натуральное хозяйство в глобальном формате и в этом виде разрушения глобализации. И если посмотреть, вот те, кто живет на натуральном хозяйстве, это уже такая весомая часть мира. Северная Корея, Иран, Куба, Венесуэла по своему населению сопоставимые, даже превышают население России, то есть на натуральном хозяйстве готова жить довольно большая часть земли и вот эти вот страны, они как бы полностью выпадающие из концепта глобализации. Уже этого достаточно, чтобы мы ее переписали. Второй момент, который тоже ставит глобализацию под сомнение, то, что мир не является таким уж глобальным. И начнем с Африки. Каждый континент не очень-то вписывается в эту концепцию. Африка это потерянный континент, на котором уровень жизни с каждым десятилетиям снижается, несмотря на все, что предпринимается в противоположности этому. И о глобализации там не слышали. Ближний Восток, как мы уже сказали, это некий пчелиный улей, это тоже скорее проблема для глобализации. Южная Америка, третий мир, там совершенно свой, в Австралии континент практически незаселенный, живут 20 миллионов. Второй аспект, можно ли изолировать Россию, тоже вот у нас обсуждается с различных точек зрения. С экономической Россией это полтора процента валового продукта мира, то есть очень мало, можно и вообще не учитывать, но в энергоносителях около 10 процентов и в сырье. И с этой точки зрения, конечно, это значимый уже сегмент его отсутствие или манипулирование с ним, почувствовать на себе все, в том числе ведущие экономики, а они напомним в Европе действительно серьезно зависят от наших энергоносителей. 40 процентов газа поступает в Европу, 10 процентов нефти мира и 20 процентов мирового экспорта зерна. Это то, что мы имеем в своей копилке. Достаточно существенно, чтобы действительно это все почувствовали. Но торговля с еврозоной составляет около 100 миллиардов евро. Это те деньги, которые не просто мы получаем, но на которые мы и покупаем технологии, товары, но и собственно, которые мы оплачиваем. На эти деньги живут и живут и еврозона. Вот, тем не менее, вот эта вот доля, которые, которые я описал, она хоть и велика, но за 3-5 лет и как объявляют наши недружественные страны, вполне можно эту долю восполнить. Ну и как мы помним, все кризисы раньше, они в основном возникали за счет того, что было перепроизводство низкая цена энергоносителей вплоть до нуля и перепроизводство соответственно энергоносителей. То есть, если грядущая экономическая стагнация будет снижать экономические потребности, то, конечно, потребность в этих энергоносителей, в этих 10% понизится сама собой. Мы, конечно, первые, кто это почувствует. Ну, а третий момент тоже, который здесь приходит на ум, то, как будет себя вести глобализация в этих расколах, что на самом деле мир является системой сообщающихся сосудов. Один континент привязан к другому и раскол на одной стороне, как бы, он будет провоцировать прилив на другом. И мы это видим даже в движении цен на энергоносители, их уменьшение объема, то есть санкции против России провоцируют рост цен, и таким образом Россия возвращает себе эти потерянные доходы за счет цены, и уже довольно долго нефть держится больше 100 долларов за баррель, газ 1000 долларов. в общем, это компенсирует, то есть глобализация здесь демонстрирует, что международная мировая система экономическая, она взаимосообщающаяся, и в принципе ее так просто не столкнешь. Кроме того, санкции, мы знаем, обходятся со стороны, с третьих стран, дипломатические отношения сохраняются, в общем, может быть, все это слишком шумно, но по глубинным процессам не слишком глубоко. Есть точка зрения концепции игры с нулевой суммой, когда усиление одних означает ослабление других, то есть игра не заканчивается, глобализация forever. Может быть и так. Ну что ж, я поделился рассуждениями, это, так сказать, не совсем в нашем стиле, здесь больше геополитики, чем информационной науки, но будем приближаться уже больше, уже применять это ближе к нашей жизни, как нам жить в этих условиях, что произойдет в сфере технологии, науки, образования. Вот, опять-таки, моя точка зрения, не более того. Мы с вами, это касается прежде всего в нашей университетской сфере проблемы зарубежных информационных ресурсов и импортозамещения. Но и для страны, конечно, эти вещи имеют ключевое значение, потому что научные информационные ресурсы, они являются одновременно каналами передачи технологий создания информационной среды, необходимой для современной экономики. Конечно, это ключевая питательная среда для того, чтобы современные экономики и общества функционировали. Структуру информационных ресурсов сегодня в своей основе представляет базы данных научных статей международных журналов. Это их ядро. Это своего рода огромный справочник научных знаний и отображение процесса современного научного технологического процесса. Вот если не иметь доступ к этому скопусу веб оф сайенс то о перетоке технологий можно забыть. Прекращение доступа информационно отрезает страну и технологически ее изолирует. Будем надеяться что здесь что так не произойдет существует много других ручейков и каналов ну и в частности мы видим что на сегодня крупные международные компании отрезают Россию на институциональном уровне но закрывает контакты на не закрывает контакты на индивидуальном но в частности компания Clarity Elsevier они отозвали закрыли доступ на национальном уровне к своим базам данным но тоже объявили заявили что взаимодействия с российскими учеными не прекращаются статьи научные принимаются в общем в каком-то режиме взаимодействие осталось и будет оставаться ну и университеты будут стараться сохранить те те источники информационные которые не объявляли санкции с которым можно взаимодействовать но это вот один аспект второй все-таки аспект и который как раз угроза вот этого технологичного утрата технологической связи в нашем технологическом развитии и культурном отставании то что происходило долгое время с Россией можно назвать таким кумулятивным культурным отставанием ну и это все было на наших глазах холодная война привела к тому что информационно-технологическая инфраструктура Советского Союза развивалась параллельно западной обмен был очень слабый в конце концов это привело в течение нескольких десятилетий к полному технологическому отставанию и распаду Советской Системы об этом не надо забывать это как говорится результаты технологической гонки с конца 19 века и начала 20 21 ой да с начала 21 мне неправильно технологическое развитие ускоряется переходя в цифровой режим и со второй половины 20 века с конца становится информационно-технологическим когда информация становится ключевым элементом технологий то что мы называем сферой айти ее истинным локомотивом и вот об этом именно сегодня и стоит острый вопрос вот и получается что слишком много мы отстаем отставания россии в 19 веке когда крепостное право монархия все это тоже было отягощающим таким утяжеляющим грузом на нашем развитии дальше замедление в 20 веке вследствие изоляции международной после гражданской войны и революции недостаток коммуникаций в холодной войне вот это вот все как раз вынужденная концепция сдерживания которая все время приводила к консервации и архаизации культурно-интеллектуального поля нашей культуры цивилизации нам все время приходилось догонять концепция догоняющего развития она проникала повсюду проявлялась во многих аспектах не не очень заметных нам как наблюдать это различные формы мифологизации мистификации страхов в общем получение дискомфорта от современной среды модернов в общем-то это та причина по которой нам всегда было с западом тяжело не по пути очень болезненно все время приходилось себя осознавать какими-то ущербными и это конечно и питает все время вот этот источник конфликта и вот это все вело обрекало на догоняющие развития которая не позволяла соблюдать свой собственный темп и свою естественную динамику и получалось что Россия все время на качелях то ультраконсервативная как вот в империи российской по сравнению уже там с другими демократическими странами то псевдофутуристическая как с СССР которая там сразу забросила свою идею там на далекое коммунистическое будущее вот эти вот качели они очень интересно раскрыты вот в работе которую я вам привел Ахиезера критика исторического опыта вот работа которая прекрасно демонстрирует вот этот недостаток некой срединности модерации способности самостоятельно сглаживать крайности и не бросаться то туда то сюда что нам к сожалению свойственно вот третья вот такая теоретическая конструкция мы говорили технологические культурные проблематика вот языковые проблематика языковых миров вот здесь она тоже мне кажется очень кстати для объяснения происходящих событий когда вот эти цивилизационные идентичности границы мы прочерчиваем по языковым мирам и вот в данном случае конфликт разбил культурные языковые миры единство которых формировала глобализация вспомни обращусь еще раз к фентинтону который предупреждал что чрезмерное сближение культурно-языковых комплексов то есть цивилизации чреват их столкновением они должны сохранять свои границы и как бы там все время оставаться на дистанции вот то что мы сегодня уже даже и в науке называем русский мир это по сути дело языковая страна языковая среда общность этнических исторических религиозных корней с украиной нас объединяет киевская русь то есть общие корни наш общий как мы считаем русский мир и вот то что произошло это своего рода как и даже не спецоперации не война это распад русского мира болезненные для нас и с нашей точки зрения предательские как бы как когда супруга уходит к другому и это не может пройти незамеченным и с этой точки зрения не столько НАТО угрожало России сколько вот это смещение культурно-языковых и цивилизационных границ то есть в недрах нашего пространства да которые мы все еще культурно-исторически мыслям своим гнездятся и пускают корни института иной цивилизации свое рода инопланетяне пришли на нашу землю вот поэтому наверное реакция такая острая эмоциональная и да влекущая за собой много последствий вот и с этой точки зрения не только неверно что Европа приросла Украине да на самом деле она откололась и потеряли здесь все и Россия в том числе потерялась между Европой и Азией и надо себя искать снова как мы это делали много столетий назад вот это такие вот опять-таки концептуальные поля да в которых которые я бы хотел напомнить но мы и рассуждаем как мы адаптируемся к этому и теперь перейдем к образованию наука как мы уже остановились это кооперативная международная деятельность то есть тут импортозамещение как такового не может быть да это продукт который варится в мировом котле технологии это своего рода предприятия по сборке и внедрению достижений науки здесь больше шансов но как мы знаем настоящие инновационные технологии рождаются все-таки в большинстве не у нас а уж удастся их получить тем или иным способом время покажет но есть еще и третье образование образование это сфера обучения использования достижений науки технологии и вот здесь я считаю как раз место для хороших новостей потому что вклад в достижение науки технологии будем честны перед собой у нас минимальный процессы будут идти какое-то импортозамещение что-то изобретать продолжим но мы знаем по советскому союзу тут рассчитывать сильно не на что лучше брать как и раньше а вот в образовании нет такой связи и мы можем продолжать обучение на нашей базе и в общем-то ничего практически в этом плане не потерять вспомнить о добрых традициях советского образования тем не менее вот это то что изоляционизм возвратит нас к советской доктрине университета это практически неизбежно но тоже ставит вопрос национальные кадры для национальной экономики и опять-таки если глобализации нет это работает если глобализация есть то это не сработает и в этом плане у меня два понятия которые которые освещают наше ближайшее будущее два вектора развития первое упрощение упрощение это нормальная правильная реакция социальной системы на перенапряжение в окружающей среде и как мы это будем реализовать ну векторы на интеграцию университетской науки в международную кооперацию в той интенсивности которая была больше невозможно реализовывать то есть этот вектор ослабеет вот в частности мы уже знаем что те кипиай преподаватели ученых которые основывались на публикации статьи в международных журналах отменяются и мы для себя ждем что ну это тоже было несколько искусственно да и будет более естественная жизнь преподавателя так как она должна развиваться и в частности выражаться больше хороших книг учебников монографий ждем такой приток национальные подписки а также деньги на покупку международных ресурсов в течение долгого времени будут сходить на нет пока это будет не сильно заметно но даже стоимость валюты все-таки снизит объемы этой подписки очень существенно это тоже упрощение ну исходя из этого мне кажется что участь ведущих научно-исследователь университетов незавидная вот они будут достаточно много терять востребованность высоких технологий да растет но возможности их реализации падает то есть им надо искать как все-таки компенсировать эти процессы а вот значение от того что мы называем опорные университеты региональные университеты напротив возрастает в этих условиях они более гибкие локально ориентированы они более ориентированы на образование и у них будет все хорошо будут меняться конечно образовательные программы их содержание более прагматично приземленно ориентированные вот на наши повседневные проблемы но и в целом если сказать по силам ли стране роскошь избыточного высшего образования в общем-то эти величины которые доходили до 80% молодежи это практически безумие ну и мы знаем что не дожидаясь нынешних процессов высшее образование в этом плане давно отступает уже там несколько лет когда среднее образование превышает объем высшего и это наверное нормальный процесс востребованность среднего профессионального образования будет усиливаться еще один вопрос который двигал нас ДПО останутся ли энергии на саморазвитие на концепцию образования через всю жизнь вот эти модные темы которые тоже у нас на слуху не знаю но в плане упрощения наверное всего этого будет меньше ну а второй вектор который я сказал локальность ориентация на собственные нужды будем строить маленький советский союз и в плане образования это была вполне хорошая история в общем возвращаемся к опыту построения цивилизации в отдельной взятой стране это нам в советском союзе все же это мы уже проходили не так уж иного ну и я думаю что в условиях обрыва международных связей будут востребованы те кто заполнит наш внутренний мир внутреннюю жизнь и люди и действия больше локальных мероприятий больше образовательной а не научной активности вот это такая-то будет смена акцентов мы вернемся к советской школе но в кавычках конечно нас больше не будут смущать чужими инновациями технологиями трендами баллонские процессы и так далее в общем будем искать свою идентичность в общем на мой взгляд технологий будет меньше зато будет больше душевности ну и ближе к нам к книжному рынку вот как оказалось книжный рынок одна из максимально пострадавших отраслей мы с вами это все видим ну это сводится тоже к во многом к материальным факторам к росту параметров сжимающим бумажный книжный рынок то есть стоимость бумаги и печати стоимость логистики цепочки поставки и оплаты товаров стоимость зарубежных авторских прав и перевода санкции кстати здесь в общем это все оказалось очень существенно нехватка этих красителей привела к росту офисной бумаги в пять раз да ну по оценкам специалистов которые вот уже можно собрать печатная книга вырастет в цене где-то в два раза а бумажный рынок и упадет соответственно тоже где-то в два раза вот это существенно конечно существенное изменение нашего окружения книга о чем уже много говорили действительно станет роскошью по 2-3 тысячи рублей ну конечно посмотрим еще как инфляция поступит с нашими зарплатами но при этом обращаю внимание что даже достигнув такой цены книга выровняется в ценовой пропорции с европейской книгой вы знаете что книга в Европе стоит там 50 евро и там даже 100 и при этом книги не уходят из страны вот появляясь в любой европейской стране я вот как-то недавно был в Белграде там количество книжных магазинов в 5 раз выше чем в наших российских городах вот это очень обидно так что не все потеряно но тем не менее и здесь вот упрощение сыграет свою роль и мы давно уже в постсоветское время смирились с тем что мы не самая читающая нация а нация смотрящая в экран читаем мало и в новых условиях смотреть в экран как мы видим будут только больше посмотрим как это все будет происходить может быть наоборот вот душевность поможет вернуть книгу и забыться в ней тем не менее цифровые цифровая книга снова является фактором национальной экономики и экономии и как раз средством вообще выживание выживание книги как таковой и здесь мы готовы вложить свои свои пять копеек в работу в формате он демант который мы развиваем то есть издание и комплектование книг по требованию это наиболее рациональный способ комплектования книг условия нехватки денег точечное покнижное комплектование это та необходимая гибкость которую мы будем с вами вместе осваивать здесь здесь даже вот в качестве антисанкционных наших инициатив подготовили услугу заказа необходимых книг с международного рынка как антикризисную услугу для университетов условия когда не поток информации а вот какие-то точечные запросы мы сможем удовлетворять вот наших заказчиков вот здесь вот буквально на полях краткой информации что это собой представляет в рамках сервиса e-corsar если вы знаете то есть точечные доставки информации можно заказывать отдельные книги учебники зарубежные которые необходимы научно-образовательной организации вот этот сервис мы расширим и в ближайшее время вы получите информацию как это можно заказывать и получать вот ну а я цифра цифра она все изменила превратив общество в глобальное общество ну и в данном стресс тесте я убежден что цифра станет технологией экономического спасения в очередной раз спасет от экономического коллапса ну главное в том что цифры это технологии передачи информации которые не требуют сырья и если вот считать в масштабах страны например у нас на школьный массив учебников уходит 20 миллиардов и в них 5 миллиардов заложено бумаги 2 миллиарда логистики в общем цифровой эквивалент вот этих материалов составляет меньше одной десятой от этих материальных ресурсов конечно это огромная экономия и цифровые книги будут читать будут стоить практически так же как стоили раньше я надеюсь они будут востребованы однако цифровая коммуникационная инфраструктура она требует все равно общих внушительных затрат и то какие сложности сегодня испытывает IT индустрия в связи с санкциями это все об этом говорит ну а помимо этого в этих IT технологиях заложена модель современной цивилизации и поэтому она снова будет эти болевые точки все время обострять и обжигать ну а то что касается нас цифра диктует и совершенно новые образовательные стратегии это связано с дистантом со стандартизацией сетевой коммуникацией то есть вернуть как оно было все равно не получится и то что нас нам облегчит вот эти трудности стресс-теста то нас и снова вернет к исходному проблемному полю и вот собственно переходим к последнему сегменту надеюсь будет самый интересный он как раз и вкратце излагает то что я и хотел подробнее рассказать о создании мира социальных сетей но теперь вопрос ставится так а возможно ли жизнь без социальных сетей мы знаем тезис Марка Сукерберга в свое время который звучит примерно так если тебя нет в сети то ты не существуешь и вот пришел момент когда мы больше не в сети во всяком случае не в фейсбуке существуем ли мы можем ли мы существовать вне сети или вот в тех ограниченных сетях которые нам останутся и мы здесь как раз снова вернемся к рассуждениям и к концепциям глобализации и постараемся глубже вникнуть что же внутри нее происходит что такое информационная глобализация что делает глобализацию глобализации это уже вот совершенно мои мысли на этот счет здесь я бы выделил два таких пункта пункт первый друг с другом нас в пространстве и времени связывает коммуникация и в этом плане коммуникация дискретна и пункт второй а вот пространство смысла в котором мы живем бесконечно и вне временно поэтому оно способно простираться сквозь любые пространства и времена и когда мы понимаем мы едины и это я иллюстрирую вот стеллой хаммурапи которая изображена на слайде 18 век до нашей эры это свод законов хаммурапи достаточно обширный который мы можем прочитать и мы можем понять и понимаете когда вот мы смотрим на какое-то сообщение издалека из совершенно неведомого прошлого и начинаем понимать мы становимся едины вот эту мысль я хочу подать у мысли нет границ и дискретности она континуально и бесконечно и это пространство мысли оно охватывает все где есть мыслящие люди где граница ценности покажите ее где пределы веры истины вот эти вещи ценность вера истина она способна охватывать бесконечность и тут возникает некий некое противоречие конфликт мы сейчас очень кратенько по тоже по шагам современной социальной науки пройдем по ступеням рождения социальной сети что это такое и откуда оно и какие-то моменты которые может быть других теориях не акцентируются я постараюсь выделить и вот прежде всего обращаю внимание на это противоречие которое мы зафиксировали ну а начнем мы с коммуникации как она происходит ее кирпичик сообщение именно в сообщении устанавливает границы распространения смысла и как правило эти границы межперсональные сообщения можно передать только из уст в уста вот она граница другой человек второй второе такое понятие которое я хочу тоже ввести глашатой это уже другой модус распространения сообщения сообщения которое передает смысл сквозь медиумы речи гораздо более далекие широкие медиумы глашатой слышат далеко и вот хочу здесь привести показательный пример как в средние века работало распространение сообщения вот например на примере послания папы римского иннокентия третьего о призыве начале крестной крестной войны крестового похода очередного крестового похода это происходило на огромном поле куда было собрано огромное количество людей и тогда еще мегафонов не было никаких средств и конечно голос папы не мог быть таким громким чтобы его услышали вот это огромная масса населения и речь происходила таким образом что папа произносил фразу за фразой и вот эта фраза передавалась от группы группы методом повторения как некое такое эхо пока не дойдет до самых последних рядов вот такое интересное распространение информации из уст в уста по другому никак но мы видим что из уст в уста можно охватить и там огромные огромное поле третий третья ступень цифровая коммуникация это уже на другой ступени инструмент пронизывания смыслом электрополевого пространства то есть это уже не просто глашат из уст а это какие-то мгновенные распространения вот это это даже там не мегафон это мгновенное распространение этого сообщения в пространствах электрических сетей вот здесь и происходит нечто совершенно интересное ну и как завершение этого интернет мы с вами понимаем о чем речь это уже медийное воплощение созданного цифрового пространства коммуникации вот эти вот ступенечки они являются как бы степенями а теперь пройдем по ступенькам отдельно как это происходит и как строится в понятиях социальной сети здесь мы обратимся к Людвигу Витвинштейну с его философскими размышлениями к его методу работы над первичными элементами кирпичиками коммуникации да вот он так и начинал свои философские размышления буквально с фразы которые ведут два человека там добрый день да это собственно есть этот кирпичик начало построения сети повседневной коммуникации говоря добрый день мы уже создаем пространство тех с кем мы общаемся кому мы можем обратиться и вот с помощью обращений это пространство начинает расширяться но прежде всего с кем кто входит в это пространство с кем мы общаемся семья да вот самый такой тесный круг более широкий род наш род друзья родственники друзья это тоже социальная сеть которая нам очень привычно расширяем его и это уже круг повседневного общения сводили ребенка в садик или в школу пришли на работу возвращаемся с работы сидим в ресторане общаемся с официантом вот это уже гораздо более широкий круг и здесь уже есть свои социальные сети там в садике родители других детей воспитателей и так далее и довольно много таких вот кругов работа таких вот устойчивых социальных кустов как говорят социальных сетей вот социальная ситуация да где мы оказались в каком-то например конфликте она формирует свои связи ну и наконец еще более расширительно и широко социальная сеть вот мы пришли от диалога от узкой плотной сети к довольно широкой социальной сети и вот эти вот вот это измерение исследования оно чрезвычайно интересно образует ветку социологии социологии повседневного контакта здесь очень много ярких имен с такими ну не очень заметны это не Хантингтон которым все интересуются да это такой более локальный интерес но очень интересная сфера исследований ну и в частности начнем с Гоффмана одно из ярких здесь имен который писал о границах личностной презентации да как в повседневном поведении каждый человек презентует себя демонстрирует в повседневной жизни происходит зонирование то есть он тоже строит свои со своей зоны со своей пространства да где он открыт или закрыт Хагерстранд другое важное имя который в его работах раскрывается география повседневных контактов расшифровка пространства лицом к лицу как формируются эти пространства как мы общаемся в чем специфика вот этих вот межперсональных контактов и соответственно их география и вот на фоне этих исследований еще один теоретик Марена нашел чрезвычайно удобный инструмент для описания социологии повседневного контакта с помощью теории графов и вот эти вот различные общения индивида стали описываться с помощью вот таких вот схем которые изображены у меня на слайде достаточно ярко отражают те связи которые устанавливает каждый человек и обобщая вот эти вот построения хочу еще привлечь уже крупного теоретика Гидденса и его теории структурации который уже отталкивался не от каких-то таких крупных концептов как теория классов Маркса не на статичных каких-то вот критериях писал о теории структурации о том что общество формируется на основании вот таких гибких и подвижных социальных форм коммуникации снизу а не сверху что там где более устойчивые вот эти вот конфигурации и формируются некие социальные группы потом социальные классы и так вот снизу снизу вверх и вот когда мы отталкиваемся от социологии повседневного контакта то очень просто хорошо представить себе жизнь общества да которая вот как немножко хаотичная но в то же время упорядоченное бровновское движение формирует совершенно свои рисунки это больше похоже на наше современное общество в котором нет таких вот стратов или статичных классов которые очень динамично и которых интенсивно работают лифты мы прошли теорию социологии повседневного повседневного контакта а следующий блок полезный для нас дает методология сетевого анализа то есть уже на основе вот тех группирований такие теоретики как грановеттер обобщили говоря о силе слабых связей что вот эти вот слабые связи которые буквально практически случайно и мимоходом они могут формировать устойчивые конфигурации и это и есть социальные сети и вот анализом таких вот различных конфигураций занимались многие британские американские ученые в частности Хайдер и Хоманс одними из первых разобрали те узлы и сети которые образуются в рамках вот таких вот слабых контактов и вот вы видите примеры как могут общаться несколько людей друг с другом образуя круг коммуникации или цепь или вот Y где видите или штурвал где совершенно разные роли оказываются например штурвалу тот оказывается в центре этих коммуникаций контактов конечно играет ключевую роль для всей этой группы в общем это методология сетевого анализа тоже совершенно самостоятельно интересное направление с множеством своих там изобретений но она касается прежде всего реальной коммуникации людей ну и в частности вот такой известный тезис о шести рукопожатии ну рукопожатии на самом деле разное число у разных теоретиков ну известный тезис о том что любым двум людям на земле достаточно шесть рукопожатий со своими знакомыми чтобы вот связаться друг друг с другом показывать насколько связано наше человечество это вот одно направление которое я обратившую внимание сетевой анализ а совершенно самостоятельное движение теории информации основатели которого Клод Шеннон и Наумен Виннер теории информации и сообщения это уже касательно кабелей электричества и то то что мы подразумеваем под IT и в тех основаниях в которых они концептуализировали информатику они тоже заложили понятие сообщения информационного сообщения которое в их интерпретации эквивалентно социальному контакту но это чисто технический термин но аналог то есть образ его они взяли из сферы социального контакта то есть сообщение это передача некой информации из одной точки в другую от одного адресат к другому и таким образом сети коммуникации уже IT технические сети о которых говорит информатика обусловлены логистикой электронной связи свойствами проводных сетей но в своей основе ядре они формируют те же самые сети и модели которые лежат в основе человеческих коммуникаций и вот эти вот круг цепь если если вы присмотритесь кто знаком с теорией компьютерных сетей они увидят что это те же самые модели по которым строятся связи компьютеров между собой в IT сетях ну и наконец последний момент вот в этой цепочке интеллектуальной и очень важный как информация притворяется в мысль об этом не говорили ни те ни другие этот аспект они вообще не затрагивали с внешней перспективы электронно коммуникационная сеть соединяет людей на различных расстояниях и способна соединить на расстоянии тысяч километров одномоментно то есть и в этом главная ее заслуга электронно коммуникационная сеть может соединить людей на расстоянии тысяч километров подобно повседневному контакту здесь и сейчас мгновенно это так сказать понятно а что происходит со смысловой связью что происходит с ценностной связью как вообще вот это все влияет на веру вот для того чтобы это понять нам надо перейти на внутреннюю перспективу говорящего смысловое сообщение не просто связывает одного коммуниканта с другим оно не просто передает ему информацию потому что имея смысл сообщение претендует на значимость оно претендует на то чтобы быть истиной чтобы его разделяли все еще раз повторяю то есть оно не просто от одного человека передает другому да оно несет в себе смысл с претензией на всеобщую значимость которая не имеет границ которая значит абсолютно вот здесь я хочу прибегнуть к терминологии Юргена Харбернаса современного немецкого философа об элокутивной силе суждения элокутивная сила в каждом суждении это то что мы как бы намереваемся то что мы утверждаем и в любой фразе где мы утверждаем мы как бы подразумеваем не обязательно говоря это вслух подразумеваем я утверждаю то есть я хочу быть понятым я хочу чтобы с этим все согласились в этом случае Хабернас говорит об идеальной коммуникативной ситуации ну где как бы все условия соблюдены да и в этой идеальной коммуникативной ситуации человек что-то утверждая надеется на то что его услышат все и что то что он говорит это истина которая для всех так таковой и будет и вот это идеальная коммуникативная ситуация в других понятиях это и есть то о чем говорили многие философы то есть идея в истинности которой не может быть сомнения Декарт да вспоминаем или идея которая овладевает массами вспоминаем Маркса да или это же идея в платоновском смысле и вот мой тезис в том что в цифровой информационной среде утрачивает границы то есть ее элокутивная сила с помощью электронного проникновения вот из всех электронных IT инструментов увеличивается становится действительно не просто вот фактом произношения но мощью электронного проникновения и здесь еще призываю мне на помощь идею закон информационной сверхпроводимости о котором говорил говорит наш рассказывает наш товарищ Иван Засурский заведующий кафедрой современной коммуникации на факультете журналистики МГУ то есть способность в информационной среде идеи не встречать сопротивления доноситься сразу на миллионы километров сразу до конца вот таким образом элокутивная сила мысли и сила электронных коммуникаций взаимоусиливают создавая совершенно новый эффект этот эффект не просто индивидуален он может быть социален и здесь мы приходим к концепции идеального коммуникативного сообщества автор который Карл Отто Апель немецкий философ идеальное коммуникативное сообщество понятое как мир связанный с мыслом как своего рода такой информационный глобализм да мир объединенный взаимопониманием Апель был не первый в такой идее он подхватывал идею Чарльза Пирсона о предвосхищаемом сообществу ученых когда тот описывал что делает ученый строя свои теории и добиваясь работы в поисках истины он не просто открывает нечто его задача не открыть а донести донести свое так сказать свою истину до сообщества ученых и встроить свое знание вот в это общее знание общее здание науки то что он преподносит должно быть принято сообществом ученых то есть должно получить согласие вот к этому предвосхищаемому сообществу ученых апеллирует каждый ученый как к некому представлению о единстве знания о мире в котором не может быть изъяна то есть в знании не может быть противоречий иначе его разрушает а может быть только недостаток то есть какой-то недостаток открытий который можно заполнять и заполнять вот вот это представление на самом деле очень интересное направление современной философии которая имеет название теории универсальной прагматики и дискурсивной этики наиболее яркие представители Карлапель и Юрген Хабермас они выделяют вот эти вот аспекты которые для нас имеют ключевое значение о том что притязание каждого суждения на значимость охватывает все пространство смысла и это можно сформулировать так что в идеальном коммуникативном сообществе все слышат всех и все притязания на истину согласуются друг с другом вот это такая идеальная модель как я ее назвал модель интеллектуальной глобализации глобализации смыслов вот поэтому она у них называется дискурсивной этикой имея такой этический аспект и вот в этом идеальном коммуникативном сообществе понимание оно не дискретно а приходит все и сразу как озарение и интуиция как я сказал когда мы понимаем друг друга даже на расстоянии тысяч лет мы как бы едины не будем углубляться это довольно такие сложные философские построения надеюсь я как-то там суть более-менее понятна выразилась есть еще один момент который нужно упомянуть в построении вот нашей цепочки медиа и глобализации то что касалось это все еще коммуникация а вот следующее приходит в этот к этим добавляет свойства для медиа которые раньше ну были как глашаты но никогда не были электронными а вот электронные медиа совершенно меняют свойства всего и тут как раз очень много интересных теоретиков которые вот это все обобщили первый конечно маклюин да с его концепции мира как глобальные деревни благодаря электронным медиа все знают обо всем сразу да все становится очень близким друг другу другая концепция не менее интересная Николаса Лумана общество это коммуникация да общество нет других аспектов как только общество создает именно создается коммуникацией и отсюда вытекает интересный момент что не существует двух обществ подобно тому как существует много государств общества только одно вот оно условно говоря мировое оно совершенно по другому строится чем государство оно одно и скрепляется оно единственным коммуникацией интенсивной или не интенсивной у него нет национальных правовых границ и третье в плане медиа социологическая концепция Пьера Бурдье общество как социальные поля различные профессиональные тематические социальные поля сообщества пронизаны смыслами и различными интересами позициями габитусами как он говорил и вот эти вот сообщества можно визуально трактовать как некие электронно-магнитные поля в которых быстро распространяется информация именно внутри этого поля в которых полюса выстраиваются и позиционируются по отношению друг к другу в зависимости от поступающих напряжений то есть каждое такое сообщество например профессиональное сообщество оно имеет свою конфигурацию вот питаемую это такой электромагнитными а на самом деле коммуникационными полями вот и это конечно благодаря тоже электронным медиа ну а вот в совокупности то что привносит медиа в наш современный мир то что медийные сети опутывают мир новостями то есть сообщениями благодаря медиа мы всегда опутаны этими сообщениями и мы всегда связаны со всем мы знаем все 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 становится очень близко и соответственно мир меняет свои свойства это же совсем не тот мир как для папы иннокентия третьим где ему приходилось вот даже за 100 метров чтобы его фразу напередавали из уст в уста и собственно то что мы называем социальные сети инстаграм вконтакте и другие это просто вид медиа объединяющие социальные сети с коммуникативными сетями имеющим тот же эффект что и весь интернет социальные сети объединяющие объединяемые с коммуникативными сетями и вот мы пришли к той точке которая я вас вел где объединяются четыре оси коммуникации первое это сети повседневной коммуникации испокон веков которых мы живем второе это смысловые сети ценностей идиократических сообществ то есть это уже ценности скрепы которые объединяют какие-то более широкие пласты наших общества эпохи цивилизации третий момент информационно коммуникативные компьютерные сети то есть уже железки просто технологии но которые совершенно по-особому трансформируют и притворяют первое и второе и наконец сети медийной коммуникации где эти IT технологии становятся на службу системам сообщений и в результате мы получаем некий новый конгломерат некий синтез который можно и назвать социальной сетью в узком смысле а в широком смысле это уже то что я писал это реальность сетевого общества если отдельные сети там инстаграм фейсбук можно закрыть то что вы будете делать с реальностью сетевого общества потому что в этом обществе рядовое информационное сообщение способно превращаться в гиперидею вот используя вот эту синтетическую энергию вот этих четырех сложившись четыре элемента вместе они способны идею превращают в гиперидею подобно взрыву сверхновой звезды из ничего она становится всем все становятся там окрылены и она там в мозгах каждого оказывается и вот в этой среде сообщения и их смыслы потеряли границы межличностной коммуникации то есть они могут спокойно спокойно перетекать в любом направлении усиливаться ослабляться и благодаря этому ценности и эмоциональной реакции способны охватывать человечество вот если скажем раньше мы с вами жили допустим 19 веке а где-то в Австралии жили аборигены у них были совсем другие ценности совсем другие представления вот сегодня это практически невозможно то есть аборигены тоже будут жить нашими идеями ценностями информациями тоже там по-своему притворять как-то обрабатывать мы можем донести даже до них свои ценности хотя бы чтобы они услышали и вот эти вот эффекты они порождают ну совершенно новые качества ну и в качестве вот иллюстрации я бы привел кейс принцессы Дианы а если вы помните там когда она умерла все человечество практически вдруг охватило там жалость симпатия к этой же женщине там огромные очереди ну вот явно несоразмерно кстати после этого даже и не было вот такой вот силы симпатии к одному человеку на мой взгляд это показывает новое качество общества там гигантские море цветов ей было выделено в общем это показывает новое качество гипер связанность сетевого общества то есть социальные сети это не просто сайты или мессенджеры на которых можно обмениваться сообщениями там и презентовать себя нет это формы нашей коммуникативной идейной связанности формы в которых нельзя одну часть общества там или земли отсечь от другой и там сказать ты там больше не знаешь этой информации она там до тебя не дойдет в общем можно не пользоваться соцсетями но нельзя но нельзя не жить в сетевом обществе и не испытывать воздействия его все его свойства и следствия а какие это эффекты и следствия я здесь выделю несколько первый эффект бабочки так называемый каузальный да как события физические в одном мире отражаются там в другом как например события России и Украине отзовутся в Австралии вы уже видите в Австралии лютуют почему-то хотя до них лететь 24 часа на самолете второй эффект информационной сверхпроводимости все знают все то есть действительно одну новость можно получить очень быстро несмотря там на что ну и третий эффект и мне кажется его чаще всего опускают концепция глобализации эффект ценностной солидарности мы понимаем друг друга лучше чем понимали раньше в другие эпохи да скажем когда начиналась первая мировая война тоже был с каждой сторон такой ура патриотизм но там понимали люди понимали друг друга меньше благодаря соцсетям мы понимаем друг друга лучше и это усиливает или ослабляет вот основная проблема россии сегодня в том что нас не понимают вот в наших действиях нас просто не понимают мы не донесли это это непонятно и сила которая вот в ответ на непонимание она умножается там удесятиряется утосятиряется это уже не та сила как если бы нас просто не знали что мы там хотим а вот с ними солидаризируется весь мир их почему-то понимают и это тоже умножает как вы видите силу их и вот если прежние войны были мировыми то на мой взгляд будущие войны уже могут быть только глобальными когда вовлекается все безостатков и все безостатки сразу всеми модусами и военным экономическим информационным понимаем ли мы это когда вот что-то проектируем и какие-то выстраиваем стратегии вот это и есть то новое качество которое общество которое через цифровые медиа через глобализацию превращают свойства этого мира и общества совершенно другие и войны превращают совершенно другие явления и вот такого тотального противостояния на мой взгляд Россия еще не переживала была Крымская война но там было несколько стран мне кажется можно сопоставлять только с ситуацией столетней давности гражданской войны революции когда действительно Россия была полностью изолирована от всего мира ну и вот о ценностях которые я обратил особое внимание что ценности по-другому себя ведут чем раньше какие ценности мы разделяем вот те идеи которые пронизывают весь мир какие они эта материя нам хорошо знаком потому что мессианство как я уже сказал это исконная форма русского сознания и Николай Бердяев русский философ в своей работе русская идея он анализировал проводил вот эту эволюцию русской идеи Москвы как третьего мира защита православия или как коммунистическая идея всемирного освобождения здесь здесь везде была миссия то есть претензия на мировую значимость на благо для всех вот национальная безопасность национальные интересы они не могут быть такой идеи них нет мессианства никакого и это обрекает их на поражение а вот в битве идеи идея прав человека идея зеленого будущего идея демократия это как раз мессианские ценности которые способны увлекать всех и которым к сожалению сегодня нечего противопоставить и с этим надо считаться ну и последнее вот исходя из этого вот что у нас общего с востоком язык искусство ценности ну задайте себе эти вопросы куда мы там пойдем я уже перебрал с вашим вниманием слава богу дошел до последнего сайт слайда собственно который не несет в себе ответы а призывает вам самим ответить на вопросы которые я поставил в разных частях своего вебинара есть ли глобализация что у нас общего с востоком какова наша русская идея сегодня можно ли в сетевом обществе ставить границы и есть ли путь назад ну что ж дорогие коллеги благодарю вас всех за ваше внимание за то что были вместе со мной ну а я как всегда пожелаю вам мирного неба над головой и попрощаюсь